Никакая пандемия не в силах отнять у человека желание жить, любить и восхищаться прекрасным. Яркий тому пример – коллекционер кукол Татьяна Ручкина. Персональная выставка, которая открылась в Центральной районной библиотеке. Татьяна Ручкина влюбилась в Барби, еще будучи совсем юной. Но в детстве, рассказывает коллекционер, дорогая игрушка была не по карману. Поэтому первая кукла в стиле Барби появилась у Татьяны всего 10 лет назад. Сегодня в ее коллекции более 200 игрушек. В интернете я нашла форум, где взрослые коллекционеры собирают кукол. И решила осуществить свою мечту – купить Барби Вивьен Ли из «Унесенных ветром». Ну и с этого началось все, что продолжилось. Татьяна рассказывает, что увлечение Барби – это не просто коллекционирование кукол. Это интересные знания и даже дизайнерское искусство. Некоторые, допустим, покупаются не прямо в коробках, а их раздетыми. И потом их приходится приводить в порядок. Их причесываю, восстанавливаю волосы. И потом одеваю в разные аутфиты. Узнав об удивительной коллекции, сотрудники библиотеки предложили Татьяне, так сказать, явить своих драгоценных кукол миру. Интерес эта выставка вызовет у всех. У детей, потому что это просто красиво, очень нарядные костюмы. У взрослых, потому что это кусочек нашей жизни, кусочек нашей истории. Это действительно фильмы, это герои книг, это герои артисты, певцы и так далее. Это действительно очень увлекательно. Выставку можно посмотреть самостоятельно, придя в библиотеку, а также увидеть подробную онлайн-экскурсию по экспозиции в социальных сетях. О самых интересных куклах расскажет сама Татьяна Ручкина, которая знает о своих игрушках, кажется, все, и не перестает мечтать о новых куклах. Количество, на самом деле, не ограничено. Хочется еще, 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 потому что их очень много разных красивых. И вполне возможно, что через время в библиотеке откроется очередная выставка, в которой появятся новые герои волшебного королевства Барби. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok